Музыка Меня зовут Сот Амунов, я сам родом Сочиневского района Тоже живу в Элисе уже 19 лет Я тоже крайне возмущен таким назначением Для меня лично это как будто нам привезли беспородного барана И говорят, что это лошадь чистокровная, английской породы Она будет содержаться на ваши деньги, на деньги ваших налогоплательщиков Нужно дать ему возможность, и возможно он через год выиграет дерби Это что, я считаю, что это совсем... Меня зовут Цигаменка Баира, я являюсь предпринимателем, главой КФХ Я точно так же не отношусь ни к оппозиции, ни к чему, а политично совсем При этом я работала в Министерстве сельского хозяйства, в Министерстве земельных отношений И как бы с той стороны эту структуру очень хорошо знаю Во-первых, действительно, я всех поддерживаю в отношении того, что вчера я созванивалась со многими своими друзьями, земляками, родственниками Все проявляли такую активную позицию того, что вот завтра мы должны пойти, выйти и так далее И обижает то, что на самом деле я этих людей не вижу Кто-то приболел, кто-то еще что-то Действительно, нам бояться не надо Почему? Потому что я уволилась в таких обстоятельствах, когда ругалась, не боюсь называть фамилии Ван Санна Петр Петрович, благодаря ему я ушла, но открыла в Элисте свою фирму и помогаю людям Кроме этого, мы занимаемся борьбой со пустыней Я к чему все это хочу сказать Мы халимгут, вот говорят, безграмотные Мы просто в интернете забить Мы по грамотности один из самых образованных народов У нас это внутри имеется Наши гиды и бабушки джангар писали, устно передавали Поэтому грамотней нас уж точно не ДНРовцы Это во-первых Во-вторых, конкретно хочу обратиться к надеющимся стать нашим хозяином нашего города Дмитрий знаю, отчество не знаю Хочу к вам конкретно обратиться по вашей вчерашней пресс-конференции Вчера то, что озвучивали вы Любому из нас здесь ребят дать Молодежь, не молодежь, наши пускай будут и старики Вы озвучили вчера только лишь проблемы Эти проблемы без писанины Мы сами любой выйдем и озвучим Наши дороги, наши южные, северо-западные Наши детские сады и все остальное Социалку и так далее Мы озвучим больше вас Мы озвучим налоги Мы озвучим взносы и все остальное То, с чем на сегодня очень тяжело нам, калмыкам, дотационной республике бороться Вы это озвучили и как будто бы много сказали Хоть одно предложение от вас поступило Я, например, как бывший госслужащий Я не услышала ни одного реального предложения Что какая-то сумма у нас Долги, это мы тоже все знаем И если у нас будет такая административная поддержка Как на сегодняшний день вам дают наши депутаты Да любой из нас выполнит и больше гораздо И расширение города, и благоустройство в том числе То же самое по благоустройству, дороги и так далее У нас люди выйдут ко мне на опустынивание Студенты едут, бесплатно сажают Поэтому люди у нас трудовые Во-первых, идейные, целенаправленные Поэтому не нужно нас угнетать тем, что у нас эти проблемы есть Эти проблемы, проблемы тех чиновников, до которых вы пришли Сегодня я слышала такое сообщение Которое, видимо, из кабинета и вышло-то Депутатского сегодня О том, что одним из трех кандидатур в Совет Федерации предлагают Орлова Если вы сами сейчас хаете его деяния Люди, половина его сидят Все недовольны тем периодом, когда возглавлял нас Орлов Так зачем он нам нужен в Совете Федерации? Даже слухи ходили о том, что Сангаджит Арбаев Так он гораздо грамотнее парень И инвестиций больше он может принести Только потому, что он в РУДЕ не работал И хотя бы и КВН, хоть это и развлекательная передача Тем не менее, вы видели, как он позиционировал калмыков? Как он позиционировал общенациональные и вообще международные связи? Человек, который сможет работать и так А вы, если такой сильнейший патриот, господин Трапезников Вы же не Трапезников пришли рекламировать Нет, я не о нем, я пример И вы, если вы, господин Трапезников, настолько приехали, сильнейший руководитель Так почему в разрухе Украину оставили? Мы как-то, как-то здесь пытаемся Но тем не менее, наш город, он красивый Он цветет, люди работать хотят Я не думаю, что вы нам больше дадите Теперь обращение к нашим депутатам Конкретно еще, сейчас вот вы видите, да? Мои, я не знаю, сейчас мы в ракурсе друзей Или как, если вы выходите из тех групп, где я озвучиваю свое мнение Я не мнение себе одно озвучиваю, или своих фермеров А всего населения Вы чего там сидите, боитесь? Когда вам нужны были голоса Вы мне звоните, говорите Бая, у тебя же неплохой электорат Давай нам, ребят И я своим звоню и говорю Этот молодец, он будет до последнего стоять И вы, тот же Итыч, и Миджангай, Саша Габунов, Саша Команджев Вы куда вообще смотрите? Да лучше любого другого пригласите Астаевич, он адыбков поставил Тот же и Мацаков девятый микрорайд сделал Лучше их уже предлагаете Вы за кого там, я не знаю Вы его вообще не знаете У него, если там пишут Украина, вы сами все это видели Поэтому депутаты к вам А конкретно, вот, Батуль Сергеевич, да? Хочется к вам обратиться Многие воодушевились с вашим приходом И я понимаю, что Кремль давит Все понятно Но здесь вы должны, наоборот, увидеть и обрадоваться Увидеть и обрадоваться тому, что вы не один И не с депутатским своим составом А за вами целый народ И не только вот в нашей народности Это калмыкии Это калмыкии, казахи, русские, татары, украинцы Нас тут много Мы нормально живем Воин, ничего нету Поэтому вы должны понять Развернуться, как тот же Кадыров Он исполняет задания Кремля Но он свои условия выставляет Так же и вы Вы должны сказать Я готов это сделать Но меня народ не поймет Давайте альтернативы Правильно 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 Я хочу обратиться к вам Хватит вам держаться за вашу жалкую зарплату Хватит вам жевать Просто в интернете Не ругайте Я скорбляю Пожалуйста Не надо говорить про творческую среду Что они там Какие-то молчаные шлюхи Там проститутки выступают По возможности собираетесь И хочу обратиться, конечно, к нашему главе Бату Сергеевичу Хватит вам Лично от себя У меня еще есть Как говорится Надежда умирает Последнюю Очень уважаю вас Как спортсмена Как деятеля Как человека Который прославил Действительно Нашу Калмыкию Я думаю Здесь половина Все так же о вас думали И продолжает все равно о вас думать Так Мы все вас очень любим И надеемся Что есть такая калмыцкая поговорка Это означает Что каким бы ты оригинальным не был Каким бы ты умным не был Ты должен идти в гармонии Со своим народом Со своим калмыцким народом Если калмыцкий народ Если калмыцкий народ обращается Если обращаются жители Элисты Не обязательно калмыцкой национальности А я знаю здесь их очень много И обращаются жители Донецкой республики Пожалуйста Буимбулдха Манагашудулсонгстын Бату Сергеевич При всем уважении И еще раз Халимгут Уралан Ура! Буимбулдха 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 Буимбулдх 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 Продолжение следует...